Доброе утро, дорогие друзья! Итак, у нас с вами среда, недельная глава Трума и Рош-Ходыш-Адар. Самый веселый, самый замечательный месяц. Наши мудрецы говорят, когда приходит Адар, прибавляют в радости. Эти слова символизируют отношение еврейской традиции к тому, что признано назвать судьбой. В этот месяц судьба как бы начинает улыбаться нам, если мы улыбаемся ей. Месяц Адар очень любим самим Богом, на что намекает название самого месяца. Адар можно разделить на два слова. Первая буква означает единицу и символизирует Бога. Это один только Бог, мы же знаем. А слово Адар означает, что это месяц является лучшим жилищем для Бога. Небеса будут сопутствовать человеку, говорит Каббала, в его доброй деятельности в этом месяце. Для этого, собственно, он и рожден. Можно сказать, что человек сам кузнец своего счастья, но потенциал для этого дается ему сверху. Этому учит нас самый веселый месяц года Адара. Особенно актуально это в высокосном году, в этом году, когда Адаров у нас целых два. Популярное еврейское выражение «мазл тоф» в буквальном переводе означает «доброй звезды». Поэтому поздравляю всех с приближающейся, с наступившей нашей доброй звездой. И пусть Бог даст нам сил, прозорливость и умение воспользоваться своим потенциалом. Благоприятнейший месяц Адар. Кстати, в Талмуде, в книгах законоучителей, месяц Адар назван самым благоприятным для хороших людей, ведущих судебную тяжбу против плохих. Ну вот, если ты знаешь плохого человека, у тебя какой-то судебный процесс написан, именно в этом месяце все выигрывается. Код успеха этих дней – радость. Кроме того, написала Кабалав, в радости принимаются решения. В Адаре принимаются важные решения. Если у нас есть какие-то решения, которые надо было принять, серьезные, обдуманные, надо обязательно с радостью, с веселым сердцем принимать их именно в этом месяце. Грусть, наоборот, вредит и дает силу злому побуждению. Поэтому человек должен стараться изо всех сил, всеми возможностями наполнять радостью свою душу. Особенно в эти месяцы Адар. Есть такая книга, Иглей Таль, и там Адмурас Сахачева приводит написанное в Заре, о том, что доброе и злое начало в человеке взращиваются радостью. Человек радуется чем-то хорошему, что он делается, заповедям, каким-то добрым делам, молитвы, и в нем выращивается доброе начало и получает свою подпитку. Человек радуется греху, низменности, каким-то плохим вещам, и он начинает тем самым питать свое злое начало. И вот эта доступность, именно то, что в первую очередь соблазняет дурное начало. Обещают легкие удовольствия, чувственные наслаждения, прожигать жизнь. Вот этому что надо противопоставить? Надо хорошую и добрую молитву, учебу, добрые дела, и все с радостью. Нужно жить по торе с радостью. Вот когда человек крапкается по скале, чувствует, что веревки обрываются, он вынужден цепляться ногами, руками, даже зубами о скалу, чтобы не сорваться и упасть. Так же и в нашей жизни. С одной стороны, мы можем подняться очень высоко. Каждый день мы проходим хотя бы несколько шагов в духовном подъеме, надеюсь, на гору. Но с другой стороны, мы можем скатиться глубоко в пропасть. И чтобы не допустить это, надо цепляться всеми силами за каждую духовную вещь, которая нам доставляет удовольствие. Посмотри, что именно тебя вызывает радостно. Если молитва, или доброе, что цепляйся за это. Руками, ногами, зубами, держись за это. Это не мелочи. От этого зависит вся твоя жизнь. И еще одно. В Месяце Адар надо не только радоваться и улыбаться. В Месяце Адар еще очень важно помогать другим. В трактате Шаббат рассказывается история о дочери Раби Акивы. Раби Акива, величайший каббалист, и он, так сказать, много знающий и понимающий человек, он знал, что, ему было, точнее, открыто, что его дочь умрет в день свадьбы. Он это знал, очень печалился, но что сделаешь? Пришли годы, дочь выросла, сосватали за юноши. Ночью перед свадьбой она легла спать, разделась в темноте и заколку воткнула в стену. Это была красивая заколка такая, большая. Утром, проснувшись, она увидела, что на стене висит мертвая змея, проколотая заколка. Ночью в темноте она воткнула булавку в голову змея, прямо в глаз. Спросил я Раби Акива, дочь моя, какую заповедь ты выполнила вчера, что удостоилась такого чуда? И она ему говорит, ничего я не сделала. Только вчера вечером во время свадьбы в зал зашел бедняк и смущенно стал у порога. Я увидела, что все вокруг заняты едой, плясками, никто его не замечает. Тогда я встала и отнесла ему свою порцию. Сказал я Раби Акива, эта заповедь спасла тебя от смерти. Что означает весь этот рассказ? Как и все рассказы, которые приводятся нашими мудрецами, он очень глубокий. То, что нас спасает в этой жизни, то, что нам помогает, это наши добрые дела. Но то, что еще больше влияет на небо, это наша помощь другим. Поэтому мы сейчас поговорили и договорились о том, что 60 дней перед нами, 60 дней потенциального счастья. Мы кузнецы этого счастья. Если мы будем 60 дней улыбаться, если мы будем 60 дней радоваться, Если мы будем 60 дней идти только по хорошей дороге и при этом будем помогать другим, нам гарантированы потрясающие два одара. Брахав и отслахав, всего самого-самого лучшего.